ВЫЗОВ-112 Еще один госпитализирован. Покажем, каким образом Ягуар протаранил стоящие машины. Они резко подтормозили, и я пытался объехать направо, и я не смог. Страховка дорогого автомобиля закончилась накануне аварии. И как избавляясь от головной боли, пенсионерка лишилась денег и украшений. Для совершения ритуала она пригласила незнакомцев в квартиру. За свои услуги лжецелитель попросил денежное вознаграждение. Это и не только. Прямо сейчас. Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Балтасинском районе. Трагедия произошла в половине девятого утра на девяносто третьем километре трассы Казань-Малмыш. Ишпикап на полном ходу выехал на встречную полосу лоб в лоб Ниссану. Машины после столкновения раскидало в разные стороны, иномарка вообще вылетела с дороги. Рамиль Шайдулин был на месте происшествия. Водитель Ниссана рассказывает, ехал из Арска в Балтаси. Правил не нарушал, двигался осторожно. И вдруг из-за поворота прямо ему в лоб вылетает Ишпикап. Столкновения избежать было уже невозможно. Вы прям поехали? Нет, не нашу. Не нашу машину повело. Его автомобиль вылетел нам навстречу. В результате столкновения 46-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Разбитый Иш так и остался стоять на дороге. Спасатели не допустили его возгорания и смыли растекшееся топливо с дороги. Иномарк уже после удара выбросил с проезжей части в кювет. Водитель Ниссана не пострадал. Спасли сработавшие подушки безопасности. 52-летнего пассажира госпитализировали в Арскую ЦРБ. У него диагностировали сотрясение головного мозга и различные травмы, в том числе и живота. По предварительной версии автоинспекторов, водитель пикапа не выбрал безопасную скорость и при повороте дороги правой стороной зацепил обочину. В результате автомобиль перестал слушаться управления, вследствие чего Иш и выбросило на встречную полосу в лоб Ниссану. Рамин Шайдулин, Динара Камалова, Ринат Сапин. Вызов 112. Серьезная авария произошла этой ночью на улице Восход. Опель вылетел с дороги в сугроб после столкновения с автомобилем Мазда. По рассказам водителя последней, обе машины двигались в попутном направлении. В какой-то момент Мазда решила повернуть налево, во двор, после чего и произошло столкновение. По версии владельца японской иномарки, Опель, едущий сзади, пошел на обгон, выехав на встречную полосу. К слову, на этом участке дороги это не запрещено. Водитель красной машины от комментариев отказался и признавать свою вину не спешил. Теперь участников ДТП ждет разбор в ГИБДД. В результате столкновения никто не пострадал. В одно мгновение нанес ущерб на весьма крупную сумму. Автомобиль «Ягуар» накануне вечером протаранил стоящие машины на улице Короленко. Сначала автомобиль ударил «Шевроле Круз», после чего тот покатился вперед на стоящую «Киарио». О последствиях и причинах аварии в репортаже Анны Городновой. Все стояли на красном. Отец этой девушки водитель «Киарио». Она рассказала, что иномарка остановилась на перекрестке, когда загорелся красный сигнал. Следом остановилась «Шевроле». Эти два автомобиля так и не тронулись с места. Причина в «Ягуаре», который и устроил аварию. Он, получается, с каких-то двор выехал и, получается, так вот все вышло. То есть он, получается, сначала вот ударил, а потом вот. Судя по всему, автомобиль пытался уйти от удара. По характеру повреждений видно, что машина выворачивала вправо, но уйти от удара так и не смогла. Они резко подтормозили, и я пытался объехать направо, поскольку движение в три полосы. Тут были машины, я не смог. По правилам дорожного движения резкая остановка автомобиля не является оправданием. С большой вероятностью водителя могут признать виновным в аварии из-за несоблюдения дистанции. Особой грусти автомобилисту может добавить тот факт, что на ремонт дорогостоящей иномарки может уйти весьма солидная сумма. Как признался водитель «Ягуара», полная страховка у него закончилась, а продлевать он ее не стал. В Альметьевске УАЗ протаранил скорую, пострадала фельдшер. Инцидент произошел сегодня в 6-м часу утра на улице Герцена. По предварительной версии, при повороте налево на зеленый сигнал светофора УАЗ не пропустил скорую. В результате аварии пострадала 28-летняя фельдшер. С закрытой черепно-мозговой травмой с трясением головного мозга она госпитализирована. Сейчас выясняются все подробности случившегося. В Муслимовском районе, недалеко от села Салаус-Мухан, маленькая собака угодила в двухметровую яму с биоотходами, оставшихся после забоя скота. Лай и скулеж собаки услышали местные жители. Они-то и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС вызвалили четырехлапого из передряги. Газель с пьянящим содержимым. В Нижнекамске полицейские задержали водителя из автограда. Когда они решили осмотреть салон авто, обнаружили почти 760 литров спирта. Вся продукция была расфасована по флаконам. В общей сумме полицейским удалось насчитать порядка 7570 бутылочек с медицинским спиртом. Документов на продукцию мужчина предоставить не смог, как и объяснить происхождение алкоголя. Хотела вылечить головную боль с помощью целителя, но в итоге лишилась около 30 тысяч рублей и доверия к людям. В Казани задержали иностранца, который подозревается в том, что втерся в доверие к пенсионерке. Пообещал избавить ее от проблем со здоровьем. Но воспользовавшись ситуацией, похитил все, что смог. Динара Камалова о мигрене, которая привела к пустому карману. 4 тысячи рублей и шкатулка с золотом. Именно в такую сумму обошлась 77-летней пенсионерке попытка избавиться от хронических головных болей. Познакомилась женщина со знахарем у себя в подъезде, когда мужчина поинтересовался ее здоровьем. Она сообщила ему о своем недомогании. Новый знакомый быстро предложил свою помощь лекаря, нетрадиционного. Для совершения ритуала она пригласила незнакомца в квартиру. За свои услуги лжецелитель попросил денежное вознаграждение. Пенсионерка отдала мошеннику имеющуюся наличку в сумме 4 тысяч рублей. Пока хозяйка квартиры ненадолго отлучилась на кухне, злоумышленник похитил шкатулку с драгоценностями и поспешил уйти. Вернувшись, пенсионерка не обнаружила ни мужчины, ни денег. Тогда-то и поняла, ее обманули. А предложение поправить здоровье было лишь предлогом проникнуть в квартиру. Тогда голова заболела еще сильнее, но женщина быстро сообразила и обратилась в полицию. В результате своевременно принятых мер оперативник уголовного розыска отдела полиции Ямашевский установили личность подозреваемого и задержали на съемной квартире в Новосавиновском районе. Подозреваемым оказался 56-летний иностранец, житель ближайшего зарубежья. Свою вину в обмане женщине и краже мужчина полностью признал. Как оказалось, он нарушил еще и миграционное законодательство. Находиться в России не имел права, но теперь придется задержаться. Полицейские подозревают, что он может быть причастен к серии подобных обманов и просят всех, кто пострадал от действия этого человека, позвонить по телефону, указанному на экране. Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112. Многомиллионный обед, зрелищный трюк и неудачный танец. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Разогрел еду на 28 миллионов рублей. Солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию. Военная техника была покрыта маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра. В результате инцидента солдату назначили 6 месяцев службы в дисциплинарной воинской части. Забавный эпизод произошел во время выставочного турнира по теннису. В матче, где соперники играли парами, мужчины увлеклись розыгрышем мяча между собой. Девушкам в один момент стало скучно. Они сначала уселись на корте, а потом и вовсе ушли. Ждать окончанием пришлось еще полминуты. Сделал зрелищный трюк поистине незабываемым. Индиец во время национального танца решил покрутить барабан вокруг своей шеи. Но удача в этот день была не на его стороне. А этот танцор решил скопировать знаменитого Майкла Джексона. Но, как и в предыдущем случае, что-то пошло не так. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Вдруг Вдруг Продолжение следует...